Всем тихой ночи. На этот раз получилась подборка странных и необъяснимых явлений, имевших место в реальной жизни и разгаданных только в мире SCP. Такие вещи лучше всего напоминают нам о том, что миметическая угроза реальна, а еще об этом нам напоминают плакаты и футболки, которые можно купить по ссылке в описании. Однажды мог фонда штурмовала храм церкви разбитого бога, мистического культа машин мира SCP. В какой-то момент агенты фонда наткнулись на запечатанную дверь, при этом недалеко от нее лежал документ, запрещавший открывать ее до завершения так называемой сборки. Речь скорее всего шла о том, что комната должна быть открыта только когда процесс сборки разбитого бога будет завершен. Люди из фонда вскрыли дверь и внутри увидели комнату, покрытую множеством символов, как бы расползающихся по округе. Символы эти могли представлять опасность, поэтому большую часть помещения пришлось разрушить. Когда пыль от сломанных стен развеялась, люди увидели, что в центре комнаты находится пьедестал, на котором стоит маленький золотистый диск, покрытый по спирали этими самыми символами. После того, как оперативники фонда забрали артефакт, множество культистов разбитого бога начало пытаться отбить у тайной организации этот предмет. Они нападали на конвои, перевозившие эту вещь, и на зоны содержания, где та хранилась, а потому было решено спрятать ее не на какой-то из обычных зон фонда, а в некоем особо секретном месте, а о котором даже внутри фонда SCP практически никто не знает. Говорят, что камера содержания объекта замаскирована под кладовку уборщика в одном из офисных сооружений, а может это очередная дезинформация фонда, чтобы запутать культистов. Номер SCP предмет все же получил. Это SCP-271. Также фонд забрал себе пьедестал, на котором объект стоял изначально. Оказалось, что стоя на этом пьедестале, объект проявляет меньшую активность. Но даже так хранить предмет оказалось не так уж и просто, ведь символы из него как бы заражают окружающее пространство, появляясь на поверхностях вокруг. После полного проявления символа на зараженном предмете, его молекулярная структура меняется, сами атомы заменяются на атомы того же неизвестного вещества, из которого застает диск. При этом, если такой символ попадает на живое существо, оно будет причинять ужасную боль, которая прекращается только со смертью жертвы. В общем, типичный объект первой тысячи, небольшой по объему текста, простой и в меру загадочный. А также, как и многие объекты первой тысячи, связанные с одной вещью в реальной жизни. Дело в том, что объект это тот эфесский диск, изначально найденный в реальности при раскопках Минойского дворца. Да, Минойская цивилизация существовала до Древней Греции, в основном на острове Крит еще четыре тысячи лет назад. Вот настолько этот дворец древний. Сам диск нашли в одной из комнат дворца, где вместе с ним лежали различные религиозные предметы. В этом факте скрыт небольшой кусок неявного лора, ведь в целом по сайту SCP можно найти еще несколько упоминаний о том, что в Минойском царстве существовала влиятельная группа древнейших механитов, которые уже тогда познавали тайны своего механического божества. Точный смысл написанного на диске неизвестен, и существует множество вариантов перевода, но скорее всего там написано какое-то обращение к одному из местных богов. А вот во вселенной SCP обращение это написано явно к одному конкретному богу-механу, на что намекает указание в документации объекта на то, что SCP-271 нельзя держать рядом с SCP-882, который является частью разбитого бога. Скорее всего, объект является как бы молитвой механу, которую он должен будет услышать сразу после окончания сборки. Такие вот они объекты первые тысячи. На поверхности, казалось бы, просто диск в надписях, но если копнуть чуть глубже, появляется Минойская секта почитателей волшебных шестеренок. В реальной жизни существует такое странное явление, как массовая истерия. Еще в средние века описывали случаи, когда люди начинали танцевать и не могли остановиться. Утверждается, что некоторые танцевали неделями. В некоторых источниках утверждается, что были такие, кто танцевал до смерти. Кроме этого, были эпидемии смеха, плача и массовые падения в обморок. Кстати, и клоунская паника. То же событие из реальности, по которому есть объект, также считается массовой истерией. Единого объяснения этому нет. Кто-то пытается найти в этом какие-то психологические эффекты, а кто-то действия токсичных веществ. Что в случае со средневековьем, вполне может все объяснить. В общем, почему это происходит в реальном мире, непонятно. То ли дело в мире фонда SCP. Там во время одного из таких событий, агенты фонда заметили среди истерично кричащей толпы, дерущихся людей, одного человека, который не был подвержен этому помешательству, а лишь спокойно стоял посреди творящегося безумия. Люди из SCP схватили его, и, на удивление, человек не проявил в связи с этим совершенно никаких эмоций. Позже было замечено, что он, судя по всему, вообще не способен к общению и никак не реагирует на окружающий мир. Его заперли в камеру содержания для гуманоидов под номером SCP-1268, где он большую часть времени просто стоял и не проявлял признаков обычного человеческого поведения. Однако, если его оставить на улице, оказалось, что он стремится подойти к ближайшей толпе людей. По возможности выбирая при этом самое большое скопление народу. Примерно через 7 минут толпа начинает заметно нервничать, а через 14 все люди впадают в резкую и сильную панику. А затем толпа становится крайне агрессивной. Люди начинают избивать друг друга и даже пытаются убить. Во время одного из экспериментов было замечено, что объект, находясь посреди толпы, начинает громко хохотать. Этот момент озадачил и напугал ученых фонда. Дальнейшие эксперименты было решено не проводить, а из камеры содержания этого парня лучше не выпускать. С тех пор случаи массовой истерии в мире SCP прекратились. А вот в реальности они время от времени все еще происходят. В 1979 году американский спутник Вела обнаружил на островах Юго-Африки две яркие вспышки, что было похоже на атмосферный ядерный взрыв. Однако ни одна страна не проводила ядерные испытания в том районе. Кроме этого, в день события вокруг места взрыва было замечено странное поведение ионосферы. После детального изучения данных со спутника комиссия пришла к выводу, что событие не было испытанием ядерного оружия. Скорее всего, это было падение какого-то космического тела на Землю. Например, метеорита. Хотя позже решения этой комиссии множество раз пересматривались в пользу той или иной версии. В особенности часто можно встретить утверждение, что это секретное ядерное испытание Израиля, а по другой версии Южноафриканской республики. Есть, конечно же, и более экзотичные варианты объяснения, говорящие об активности пришельцев. Но к единому мнению о том, что же это такое, люди так и не пришли. В мире SCP это явление впервые обнаружил спутник фонда на год раньше, В 1978 году и к месту аномальной активности немедленно отправилась МОК фонда, которая уже там встретила маяк, как будто бы появившийся только что. Внутри сооружения оперативники фонда увидели, что здание состоит не из кирпичей, а из силикона, стали и большого количества органической ткани. Фактически оно было живым организмом. В общем, достаточно странная штука, чтобы стать SCP-объектом. Потому странный маяк стал SCP-5408. На вершине объекта нашелся крупный кристалл, время от времени излучающий радиосигналы, содержание и смысл которых ученые фонда расшифровывали несколько недель и в итоге получили сообщение, которое по сути было объявлением о продаже планеты Земля. Через год после обнаружения объекта сообщение изменилось на объявление о том, что планета продана, а после этого кристалл начал испускать мощное микроволновое излучение. Совет-5 решил, что это угрожает секретности фонда и объект необходимо уничтожить. В итоге фонд взорвал маяк собственной ядерной бомбой. Именно этот взрыв был замечен спутником Вела, что снова привело к угрозе секретности фонда, из-за чего пришлось запустить кампанию по дезинформации, аналогичную тем спорам по поводу сути случившегося, которые произошли в реальности. Вскоре спутник фонда, находящийся вдали от Земли, зафиксировал другой сигнал, похожий на ответ уничтоженному объекту. Смысл сообщения в том сигнале был в том, что некий космический клиент недоволен покупкой из-за отсутствия должного сервиса и даже не стал ее потреблять. И, на всякий случай скажу, что хоть интерпретация реальных загадочных событий, это довольно существенная часть объектов фонда SCP. Не надо забывать, что SCP это литературный фантастический проект, а не настоящая организация. А то что-то много стало людей, реально верящих в фонд SCP. Всем пока!